Всем привет! Ну вот и наступает уже весна так активно и хочется чего-то новенького, интересного, может быть в каком-то смысле не совсем обычного. И меня, конечно же, потянуло на новые процессы. И вот сегодня я хочу начать сразу два процесса, причем оба они не запланированы были абсолютно. Когда я снимала такой видеоплан, скажем так, на 2017 год, у меня даже в принципе и в мыслях не было этих процессов. Это дизайнерские схемы. Первая схема это осенний лист от Миносян Яны. Вот то, что у меня должно в итоге получиться. Несмотря на то, что лист осенний, цветовая гамма здесь очень такая нежная и вполне себе может перекликаться с весной. Ну, как мне кажется. Вот захотелось, в общем, мне его вышить, этот лист. Этот такой город, необычный достаточно дизайн. Несколько дизайнов у Яны в этой серии есть, но мне почему-то приглянулся больше всего именно вот этот. В этом дизайне 43 цвета используются. Есть небольшое количество бленд, примерно штук 7-8 где-то так, наверное. Бэкстич, естественно, используется. Большая часть вышивается полукрестом, хотя и крест тоже присутствует. 7 видов бэкстича здесь есть. Схема получается на 6 листах. Вот. Таким образом. То есть 3 листа и ниже тоже 3 листа. Здесь не обращайте внимания на такую цветную составляющую. Это у меня немножечко принтер заглючил. Очень удобно, что дизайнеры представляют схемы как в цветном варианте, так и в черно-белом, ну в основном, большинство. И также схемы с бэкстичем и без бэкстича. На мой взгляд, это очень удобно. Мне, на всяком случае, так нравится. Я себе распечатываю черно-белую, как правило, схему и отдельно с бэкстичем и без. То есть 6 листов получается. Сам дизайн 164 на 144 крестика. Вообще у Яны вот в схеме была указана белая основа 28 канта. Но я взяла в качестве основы лен. Это лен пермин. Вот такой вот лен. Он, несмотря на то, что здесь написан цвет белый, он такой молочного оттенка, теплого такого слегка. Первый раз, кстати, я вышиваю на этом лине. Интересно мне, что он достаточно жесткий. То есть, видимо, то ли обработан все-таки чем-то, то ли сам по себе такой. Но в отличие от белфаста, на котором я уже вышивала, да, очень сильно отличается по жесткости. В принципе, на нем можно вышивать даже без рамы, без пялис. Он, ну, так как-то форму держит достаточно несложно, как мне кажется. Ну, это для меня. Вот. Конечно, на раме все-таки удобнее. Вот такую основу я выбрала. Вот такие ниточки будут у меня участвовать в процессе. Ниточки у меня смесь, часть ниточек DMC и большая часть ниточек SHS. В принципе, я уже пробовала в северном олене, вот от Екатерины Гофенко, которого я вышивала, смешивать эти нитки. Меня результат, в общем-то, устроил. Поэтому я пошла именно по такому принципу. То есть, ну, изначально я, конечно же, посмотрела, какие ниточки есть у меня дома в наличии и DMC и SHS, да, в соответствии с дизайном. Потом я пошла в магазин и купила ниточки SHS, все, какие были в наличии. И тех цветов, которых не было в наличии SHS, я докупила DMC. Придя домой, я SHS обязательно сравниваю с картой цветов. И если соответствие меня устраивает, я ниточки оставляю. В данном случае меня не устроило всего два цвета SHS, которые мне нужно заменить. И вот в итоге, и один еще цвет, просто его не было в наличии ни в той, ни в другой палитре. И вот в итоге здесь, в принципе, у меня все ниточки уже есть, кроме трех. Вот, то есть 40 цветов уже есть. Ну, а поэтому, чего ждать, я уже и начала. Начала я вышивать из центра. В последнее время я предпочитаю вот такие дизайны, где нет четких каких-то обозначенных углов, начинать вышивать из центра, чтобы не считать и не мучиться, да, там, правильно я начала или неправильно. Как-то из центра оно будет надежнее. И учитывая, что я не делаю разметку. Ну, на данный момент я вышила совсем-совсем чуть-чуть. Как я уже сказала, большая часть вышивки выполняется полукрестом. Вот из тех нескольких цветов, сколько у меня есть, по-моему, 4 цвета, кажется, или 5, здесь только один цвет вышивался крестом, и остальные это полукрест. Пока похоже на рыбку, как мне кажется, из велика. По поводу льна еще что хотела сказать. Как обычно, у льна здесь очень неровные сами нити, да, есть тонкие, есть толстые, но вот так у льна обычно. И здесь есть прям очень тоненькие ниточки, вот прям очень-очень такие тонюсенькие, что я даже в какой-то момент чуть было не пропустила одну ниточку. В принципе, по схеме вышивается, ну, пока, учитывая то, что я вышила небольшой такой кусочек, вышивается достаточно хорошо. Конечно же, по-хорошему надо еще мне все перевесить на органайзер. Воспользуюсь, наверное, дубком, хотя его одного не хватит, подумаем. Понятно, что дизайн сам по себе не очень большой, а количество цветов достаточно приличное, поэтому у многих цветов используется совсем-совсем по чуть-чуть. Кстати, очень мне нравится, когда дизайнеры пишут расход каждого цвета примерный, да, можно, по крайней мере, сориентироваться, если у тебя этот цвет есть дома в наличии, сориентироваться, хватит его тебе или не хватит на данный дизайн. Это очень удобно. И, в общем-то, вот в этом дизайне из всех цветов, да, сорока трех, я посмотрела только 13 цветов, которые используются метр и более метра. То есть там, ну, каких-то два, самое большое, по-моему, там 3,75 метра, что ли, какой-то один цвет используется, остальных меньше. Ну, вот, то есть получается, что 30 цветов, это используется меньше метра. То есть многие там где-то полметра, где-то даже 30 сантиметров, 20 сантиметров. То есть есть и такие оттеночки. Ну, в принципе, в дизайнерских схемах это не редкость. Так что вот эти нитки, да, которые у меня есть, я ни один из моточков не израсходую полностью. Это абсолютно точно. Ну, вот, надеюсь, у меня получится такая же красота. Обязательно, конечно же, покажу вам результат, как без этого расскажу о своих каких-то впечатлениях уже по факту завершения работы. Ну, а теперь ко второму начатому процессу за сегодня. Второй начатый процесс – это дизайн Алены Кошкиной. Называется он «Завтрак у Тиффани». Здесь мы видим вполне себе узнаваемую Одри Хайберн. Этот дизайн меня привлек в большей степени именно техника исполнения. Как вы видите, здесь используется Blackwork. И мне вот интересно, в общем-то, воочию посмотреть, как это получится. Вроде бы так, вышивки тут не очень много в целом, как мне кажется, пока. Вот, поэтому надеюсь, что я достаточно быстро сделаю вышью. Изначально мне хотелось эту вышивку выполнить на белоснежной основе. Я хотела взять, естественно, равномерку, да, для такого дизайна. Но у меня в наличии оказалось Murano только 101 цвет, либо еще более темный белого, соточки нет. Поэтому, опять же, вот такой вот молочный оттенок, то есть если вот с белым листиком сравнивать, да, видно разницу. Но, в общем-то, может быть даже и неплохо, что в итоге у меня такая именно основа, потому что здесь используются и белые ниточки в том числе, и, может быть, на белом оно бы совсем как-то терялось. Что меня удивило в этом дизайне? Когда я вот открыла картинку и посмотрела, я почему-то там, ну, увидела так. Думаю, где-то цвета три примерно там используются, и все. Оказалось, что цветов шесть. Вот такие вот оттеночки. Здесь от белого до черного, ну, вот несколько оттенков серого еще присутствуют. Причем здесь тоже используются бленды, что-либо пытно. Бленды тут есть и в крестики, и в полукрестики. И пять видов бэкстича. Причем только черный цвет выполняется в одну нить, и все остальные выполняются в две нити. Плюс черный тоже еще есть в две нити. Поэтому, ну, как-то вот так. Здесь, в принципе, не было никаких рекомендаций по основе, ни по цвету, ни по размеру, каунту, да, основы. Поэтому, ну, вот, мне нравится мурану. Хотелось мне на равномерочке. Здесь такой дизайн, который на льне, я думаю, выглядел бы, может быть, неаккуратно, да. Потому что здесь все-таки нужна именно ткань такого равномерного переплетения, чтобы она была ровненькая. Размер дизайна 100 на 147 крестиков. Но, как вы понимаете, здесь далеко не все вышивается крестом. Я вам так покажу издалека бегло схему, да. Схема на четырех листах. И если мы будем смотреть схему, которая без бэкстича, да, то есть она выглядит вот как-то вот примерно так, с большими-большими пропусками. Вот. И схема с бегстичем выглядит примерно вот так, на четырех листах, как я уже сказала. Здесь схема только в черно-белом варианте, но это, наверное, и правильно в данном случае. Тоже я уже начала вышивать, но вышила совсем-совсем капелюшечку, буквально две ниточки, два цвета вышила. Начала тоже из центра. По той же причине, так как здесь нет четко обозначенных углов, гораздо проще мне будет ориентироваться из центра. Вот таким образом выглядит самое-самое начало, то есть одна ниточка как раз крестом и одна полукрестом вышиты. На мой взгляд, должно вышиться быстро, но это, опять же, как говорится, мечты-мечты, потому что количество процессов увеличивается, а, соответственно, скорость их вышивки уменьшается. Ну, так вот. Зато не скучно, правда же? Вот такие два новых процесса я начала. Надеюсь, вам было интересно. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну, а на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...